Подробнее про десорбцию, потому что это самое узкое место, я так понимаю, у вас. Ну, нет, я бы не сказал, что десорбция... Нагревает примерно 100 градусов, то есть в этом чипе заложен нагревательный элемент и дается импульс тока через него, детектор нагревается и приходит в исходное состояние. То есть здесь проблемит. Вот вы, ваш... Ну, это минуты. А? Минуты. Даже меньше. Через минуту он снова может работать. Да. А в случае крови? Ну, вот здесь пока еще неизвестно, то есть насколько это все будет быстро. То есть мы пока сделали только самый первый эксперимент. То есть вот, что эффект вроде есть, но насколько это... Пока настигается селективность. Самое главное, вот как отличить, что это два... Ну, да, значит, вопрос селективности. Да, это, конечно, важный вопрос. И поэтому мы отчасти устремились к биологии, что здесь он как бы так решается. Значит, ну, что я могу сказать? Значит, много разных идей есть, как добиться селективности. То есть... Ну, в основном они сводятся к тому, чтобы как бы каждый датчик был заострен на определенный тип гад. Делается это с помощью, так сказать, фильтров, и, так сказать, с помощью напыления металла, которые реагируют именно на определенный тип. То есть, ну, вот таким образом. То есть, ну, я хочу сказать, что графен – это не масс-спектрометр. То есть не то, что вы там сразу увидите там состав гад. Он просто вот, скажем, стоит где-то детектор, и вам нужно там аммиак, допустим. Что вот началось увеличение концентрации мягкой на производстве. Ну, и вот он у него срабатывает. Что он самый такой, ну, как бы, такой, ну, пластический, что ли, объект. Вот. А дальше там уже... Это самый важный вопрос. Ну, это важный, да. И еще можно вопрос такой. То есть, все-таки графен, он ограничен плоскость какая-то, определенная площадка. В этом смысле, вот, использование все-таки углеродных нанотрубок или какими-то жеваных графенов листов, может быть, или выделить более, 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 чем. Но увеличивается поверхность в разы, или даже на порядке. Ну, надо, трудно сказать, потому что я с трубками, значит, не работаю. Но вот пока у нас так. Ну, может быть, это потом будет и другой графен. То есть, просто у нас есть вот графен на карбиде, поскольку мы, как бы, люди из карбидо, пришедшие. Вот. То, естественно, мы занимаемся именно этим. То, что растет на С-грани, это как раз вот такой довольно сложный рельеф. Потому что там есть кусочки, там, длиной, скажем, 100 микрон, вообще прекрасный графен, однослойный, так сказать, или по ароману. Там на 100 микрон перешли, там уже 5 слоев. То есть, вот такая вот. Ну, он работает хуже, чем монослой. То есть, вот. Я просто хотел сказать, что с сенсорами работа, она своеобразная. И для того, чтобы обеспечить чувствительность, сенсор нужно обучать данной примеси, чтобы он ее узнавал. То есть, это работа с компьютером, программа, ну, там чип имеется. И, в общем, это реально, только нужно специальную работу. Ну, мы как бы вот, когда вот мы сделали этот газовый, так сказать, анализатор, мы, собственно, дальше стали искать, ну, примерно заказчика, грубо говоря, да, чтобы нам поставили задачу, под какой газ нам, так сказать, сделать. Вот так получилось, что мы вперед вышли на биолога. И завязались с этой биологической деятельностью. И вот, на мой взгляд, она выглядит даже более перспективно, чем газа. Хотя, вот, в принципе, тут и мышьяк, и, фу, мышьяк, этот самый, аммиак, и возможность, может быть, детектировать наркотики, скажем, вот, рассматривать взрывчатые вещества, ну, вот, малое, просто следовое количество. Ну, вот, пока, у меня как раз запланирована встреча с людьми, так сказать, по приезду, ну, не знаю, в чем это. Чего нарешивать? Ну, антитела, чтобы чувствовать. Антитела крепятся к графену. Ну, там есть, это, в принципе, даже в литературе публикована статья, где, в общем, предлагается технология, но я не химик, мне трудно это все воспроизвести, значит, там всякие нецензурные слова из 30 букв, то есть я их даже прочитать не могу. Вот, ну, она довольно простая, то есть вот наш коллега, который этим занимается, он довольно быстро это воспроизвел. То есть, и они крепятся, ну, это, в общем, я не знаю, может быть, я ошибаюсь, но это, по-моему, некий аналог, как тесты на беременность, что-то в таком духе. То есть, там они сушатся, могут храниться, то есть... Следствующими функциональными группами, которые избирательно взаимодействуют. Мне просто хотел спросить, что за группы, какие группы? Ну, надо, знаете, статью пришли. Ну, ладно, он же сказал, что он не химик, ну, че ж мы его будем... У меня есть статья, она, по-моему, даже не с собой, там, ну, я тебе в Питере пришлю. Спасибо.